привет друзья с вами виктория добро пожаловать ко мне на кухню сегодня готовлю картофельное пюре картофельное пюре это вроде бы вы скажете что здесь сложного но не у всех получается вкусное картофельное пюре я вам расскажу все секреты приготовления вкусного картофельного пюре как его приготовить с толкушкой с блендером и другие способы оставайтесь со мной если я вас заинтересовала и так для приготовления картофельного пюре у меня килограмм картофеля картофель я помыла обсушила и буду очищать его от кожуры в очищенном виде картофель у меня зависим 850 грамм это для того чтобы вы знали пропорции я подготовила кастрюлю и буду нарезать картофель примерно на две-три части слишком мелко картофель тоже не рекомендуют нарезать вот максимум на четыре части и складываю все это в кастрюлю и теперь наливаю в кастрюлю холодную воду так чтобы покрыла картофель ставим кастрюлю с картофелем на огонь и доводим воду до закипания кстати это один из секретов приготовления заливать картофель нужно именно холодной водой когда вода закипит добавляем соль я добавляю где-то одну чайную ложечку и потом я еще в процессе приготовления когда мы его будем толочь я пробую и добавляю еще по вкусу уменьшаем огонь и варим картофель минут 15 на небольшом огне пока картофель у нас варится подготовим сливочное масло и молоко в емкость наливаю 250 миллилитров молока и ставлю его разогреваться на средний огонь сливочное масло берите хорошего качества от этого тоже зависит вкуса картофельного пюре и значит в картофельное пюре обязательно нужно добавлять сначала холодное масло и затем горячее молоко этот еще вот два таких секрета причем молоко лучше брать жирное чтобы молоко было не полужирное или пастеризованное или какое-то а чтобы было жирное молоко это тоже один из секретов приготовления вкусного пюре готовность картофеля проверяем ножичку если втыкается легко вот я сейчас воткну вот так вот прямо совсем легко она уже у меня разваливается значит картофель готов сливаем воду воду нужно слить сразу чтобы картофель не набирал в себя лишнюю воду так и сейчас я быстренько вам расскажу чем можно толочь картофель можно толкушкой деревянные можно вот такими толкушками пластмассовой или вот такой я люблю вот этой толкушкой очень пользоваться и также можно потолочь картофель с помощью блендера есть вот такой блендер со специальной насадкой погружной но со специальной насадкой именно для того чтобы потолочь картофель если вы будете делать обычным погружным блендером то делайте это очень осторожно может получиться картофель клейкообразный поэтому я не очень рекомендую делать обычной насадкой погружного блендера ну вот такими способами либо обычно деревянной толкушкой смотрите делайте чем у вас есть еще один из очень важных моментов картофель нужно толочь пока он еще горячий и вообще картофельное пюре нужно готовить очень быстро все подготовить заранее и сразу перекладываем картофель в емкость добавляем к нему кусок сливочного масла сливочное масло регулируйте по своему вкусу я вот сейчас добавляю 75 грамм и потом попробую и посмотрю если понадобится то добавлю еще ну вот и начинаем толочь сейчас я вам покажу все все способы какими толкушками как толочь значит сливочное масло нужно добавлять обязательно холодным а молоко горячим запомните очень легко запомнить и сливочное масло добавляем в начале а затем постепенно будем подливать горячее молоко придется немножечко поработать руками ну получается очень вкусно пюре понравится и детям и взрослым как гарнир также если вдруг останется пюре это можно из него приготовить некоторые закуски например на моем канале есть рецепт сырные шарики с картофелем картофельное пюре нужно готовить перед его употреблением они заранее чтобы он был горячим подавать его сразу к столу горячим потому что подогретое картофельное пюре уже не такое вкусное это такой очень простой но в то же время главный момент приготовления вкусного пюре вот картофельное пюре мы немного помяли и теперь будем добавлять постепенно молоко добавлю одну часть молока и еще раз потолку продолжаем дальше и добавляю оставшееся молоко количество молока тоже можно регулировать по своему вкусу чтобы пюре у нас получилось воздушным гладким без кусочков нужно добавлять достаточное количество молока можно добавить к нему еще 50 100 миллилитров жирных сливок или когда вот у меня нет иногда жирного молока то я добавляю еще обычное молоко и добавляю еще немного сливок подогретых получается тоже очень вкусно возьмите себе на заметку вот такое пюре у нас получилось смотрите какое прелесть какая сейчас я взяла ложечку покажу вам консистенцию еще раз ложечкой вот видите посмотрите какая красота получилось получилось очень очень вкусно во франции например картофельное пюре готовят и добавляют в него еще помимо всего что я вам рассказала добавляют очень много сливочного масла и мускатный орех поэтому если вы хотите приготовить картофельное пюре по-французски то можно значит добавить больше сливочного масла буквально они добавляют прямо где-то целую пачку масла вот в такое количество пюре я так не делаю по той причине что от масла очень сильно можно поправиться но получается очень включу картофельное пюре можно взбить миксером обычным чтобы насытить его воздухом так тоже делают так уже получилось очень вкусно и сейчас я вам покажу как я это делаю с помощью специальной насадки и какое получается очень хорошая насадка если вы часто готовите картофельное пюре то рекомендую вам приобрести без каких-либо усилий пюре получается гладкая без комочков с помощью таких насадок и так наше пюре готово посмотрите какое оно получилось красивая без кусочков гладкая и очень вкусная рекомендую вам приготовить пюре по такому рецепту вам очень понравится если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал всем желаю приятного аппетита и до новых встреч